Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают, прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой. Нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними пускай, что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать, но посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Но вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, планирует, правда, пока только ещё, рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что скажут? Прости, Господи, не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблема, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было. Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счёты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан, заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм, чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждому, я подчеркну каждому, неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России, за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва БАРС. Хочу принести свои извинения. Простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно. И просто боялся обидеть тех, кого не назову. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсёстрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жильё, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно, в несколько смен, сельским труженикам, которые надёжно обеспечивают продовольственную безопасность страны. Я благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути, прифронтовых условиях. Деятели культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдата и офицеров, волонтёров, которые помогают фронту и мирным жителям, журналистам, журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду, пастырей российских традиционных религий, военных священников, чьё мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей, государственных служащих, служащих и предпринимателей, всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг. Особые слова. Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили своё будущее на референдумах, сделали твёрдый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной. Мы уже начали и будем наращивать. Хочу подчеркнуть, что эта реакция зала в адрес жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожье и Херсона. Ещё раз низкий всем поклон. Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места. Порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России. Построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надёжную сухопутную связь со всей Россией. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы. Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и посёлкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожье и Херсона. Делают это искренне, как настоящие братья и сёстры. Теперь мы снова вместе. А значит, стали ещё сильнее и сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена. За это, за своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа сегодня сражаются бойцы, наши герои. Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию. Мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей. Мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неоначальности. Спасибо. Мы все понимаем, я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас жёнам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества, таких же, как и молодогвардейцы Краснодона, как юноши и девушки, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом, отстаивали Донбасс. Об их мужестве, стойкости, величайшей силе духа, жертвенности и сегодня помнит вся Россия. Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное паратизирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительства совместно с комиссией Госсовета по социальным вопросам, по социальной политике регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым по принципу одного окна, без казёнщины и бюрократии. За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание, уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации. У нас уже действуют меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных конфликтов. Думаю, что в дальнейшем государственный фонд, о котором я сказал, может заниматься и этими важнейшими вопросами. Надо это проработать, я прошу правительство это сделать. Подчеркну, создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Я жду от всех федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов и впредь уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим, их семьям. И в этой связи хочу поблагодарить руководителей субъектов федерации, мэров городов, глав регионов, которые постоянно встречаются с людьми, выезжают в том числе и на линию боевого соприкосновения, поддерживают своих земляков. Что хотелось бы подчеркнуть особо. Сегодня вместе переносят тяготы фронта кадровые военнослужащие, мобилизованные и добровольцы. Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольстве и страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам, мне они тоже об этом докладывают, в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по праву человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы ещё решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. И ещё. Служба в зоне специальной военной операции, все это понимают прекрасно, связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, с каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода, без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими. Уважаемые коллеги, у нас, как известно, утверждён указом президента план строительства и развития вооружённых сил на 2021-2025 годы. Работа по его выполнению идёт. Необходимые коррективы вносятся. И хочу подчеркнуть, что в основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота по текущему и перспективному развитию вооружённых сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Он чрезвычайно для нас важен. Можно сказать больше, абсолютно бесценен. Сейчас уровень, ну, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами более 91%, 91,3%. А теперь, повторю, с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам вооружённых сил. Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, таких очень, очень много, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для вооружённых сил. И, безусловно, они должны быть востребованы на гражданки в органах власти всех уровней. Хочу просто обратить внимание, коллег, на это. Это очень важно. Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества. Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас перед нами – развернуть их массовое, серийное производство. И такая работа идёт, ведётся. Её темпы увеличиваются постоянно, причём на собственной, хочу это подчеркнуть, на нашей собственной, российской, научной и промышленной базе за счёт активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса. Сегодня на наших заводах, в конструкторских бюро, научных коллективах трудятся и опытные специалисты, и всё больше молодых людей, талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв, верных традициям русских оружейников. Сделать всё для победы! Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах. Уважаемые коллеги!